Итак, у меня на самом деле самая дешевая версия MacBook Air 2020 года с i3 процессором, 8 гигабайт оперативной памяти и 256 SSD. И я читал на YouTube под разными видео, где люди спрашивают, стоит ли он свои покупки вообще, стоит ли на него потратить деньги. Сегодня я хочу поговорить о том, вообще для чего этот Mac, что он может, а что он не может, и затронуть достаточно популярную тему о том, что этот MacBook Air 2020 года, что он перегревается. Начнем по порядку с дизайна. Дизайн у MacBook Air 2020 года один в один, как и в Mac 2018 года в Air. То есть они вообще не изменились. Вы не увидите разницу между ними, они одинаковые. Вы все так же видите порты Thunderbolt 3 на левой стороне. Однако сами порты стали лучше на модели 2020 года, говорил уже про это в своем первом ролике. Они стали поддерживать 6К мониторы с частотой кадров в 60 FPS. Второе, это клавиатура. Раньше это была проблема, люди были недовольны клавиатурой на Mac. Даже вот если сравнивать с моделью 2019 года, там все так же была клавиатура бабочка. А сейчас в 2020 году уже переделали и вернули старые ножницы. Люди не любили старую клавиатуру из-за надежности. Когда у вас появлялись залипания клавиш при наборе текста, людям это не нравилось. В те времена, ну, не каждому удавалось починить свою клаву просто сжатым воздухом вот этим баллоном. Или же, не знаю, продавливанием клавиш посильнее. И тут возникала, опять же, самая главная проблема, что свои майки люди несли в сервис. И не всегда им чинили его там моментально. Иногда забирали на один, иногда на два дня. А в скором времени, после нескольких поломок, вообще забирали на одну, на две недели. Отправляли на ремонт, когда меняли полностью всю верхнюю панель. И тогда человек оставался на один, два, три, на неделю, на две недели без своего устройства. И это была проблема. Теперь в новых Mac 2020 года везде стоят ножницы. На MacBook Air точно такая же клавиатура, как на MacBook Pro 16. Клавиатура ножницы стала, кстати, тише по сравнению с клавиатурой бабочкой, которая была до этого. Давайте послушаем. Тачпад, клавиатура, физические клавиши сверху, а не тачбар, как на MacBook Pro. И, конечно же, сенсорный индикатор, отпечатка пальца справа. Это было и в MacBook Air 2019 года. Но самое важное то, что вы получаете чип Т2 на борту с покупкой MacBook Air 2020 года. Чип Т2 добавляет дополнительный уровень безопасности. Можно почитать вырезку из Википедии. А также он помогает обрабатывать некоторые файлы при работе системы. Ну, например, с тем же Final Cut. Если вы монтируете свои ролики в кодеке H.265, то тогда с новым чипом Т2 рендеринг видео будет чуть быстрее. Также при покупке нового MacBook нужно помнить о том, что вам понадобятся переходники, ну или один большой. Для той же карты памяти, для монитора, мыши. Без этого никуда, потому что из входов у вас только два Thunderbolt 3. Также на нем нет Wi-Fi 6, но, блин, это не критично. Хотя, если бы был Wi-Fi 6, то это было бы еще один такой небольшой плюс. Потому что, ну, мало ли, в ближайшем будущем, когда завезут у нас Wi-Fi 6, он у вас уже будет. И вам не придется менять Mac на новый. А, как все знают, Mac'ами пользуются обычно не по одному и не по два года. MacBook Pro, который сейчас продается 15-го года по цене там в 70-80 тысяч рублей, ему уже 5 лет. А его все равно охотно покупают. Еще, к сожалению, на MacBook Air 2020 года такая же старая камера на 720p. И Apple, блин, определенно не хочет ее менять. Хотя, наверное, стоило, особенно в наше время, когда на улице вирусы, все перешли на удаленку, зумы, скайпы. Удаленная вот эта вот вся работа. Мне кажется, если бы они поставили камеру сюда на 1080p в этот новый Mac 2020 года, то это был бы еще один плюсик в копилку для того, чтобы рассмотреть этот Mac маленький, тоненький, к покупке себе там для учебы, либо для дома. А так, имеем все то, что имеем. Можно посмотреть видео. Сейчас ставлю сюда запись с MacBook Air на камеру, фронталку 720p. Всем привет. Вот такая вот картинка 720p. Плохо, конечно, что они 1080p. Сразу проверяем качество записи звука на встроенный микрофон. То есть беседовать без проблем в скайпе, в зуме можно без всяких дополнительных петличек и чего-то еще. Каких-то дополнительных микрофонов. Но, с другой стороны, Apple, наверное, не могли предсказать все эти вирусы, короны и все остальное. И то, что люди побегут все работать на удаленке. Но, с другой, опять же, стороны, уже сотню лет 720p камеры, и они ее не меняют. Минус. Просто, честно говоря, если бы камера на этом Mac стояла на 1080p, это могло бы сделать, наверное, покупку Mac чуть более приятной. Так, а дисплеи? Дисплеи на модели 2018, 2019, 2020 года одни и те же. Цветовая гамма, цветопередача, 13 дюймов везде. То есть ничего не поменялось. 13-дюймовые дисплеи, они уже на протяжении трех лет не меняются. То есть большое изменение на MacBook Air произошло там два года назад, когда в 2018 завезли ретину. Но с тех пор ничего. Так, давайте посмотрим на небольшое фото. Здесь показаны внутренности MacBook Air 2020 года. И тут все еще только один вентилятор с одной стороны, который не подключен к процессору с помощью тепловой трубки. И это заставляет ноутбук быть более горячим на постоянной основе, когда он даже работает в своем привычном режиме. Теперь по поводу перегрева. Mac не перегревается. Я много читал об этом, смотрел ролики на YouTube. В комментариях пишут, что Mac Air 2020 года стал перегреваться. Но это не так. Если бы Mac перегревался, он бы выключался. Но моделька не выключается новая. Дресселирование на этом Mac и помогает. Просто при достижении высоких температур частота процессора падает. Но Mac все по-прежнему горячий, почти на постоянной основе. И блин, это уже не круто, когда вы делаете обычные вещи со своим Mac. Например, слушаете музыку или у вас открыто 5 вкладок в Google. Он греется до 99 или 100 градусов периодически. Я знаю, что это не сломает мой MacBook. Но блин, это нужно знать и держать в голове, когда вы собираетесь покупать это устройство. Все говорят об этом. Просто логично же. Если бы они сделали маленькую трубку между кулером и процессором, то это могло бы увеличить производительность Mac на 20, может быть даже 30%. Ну согласитесь. Что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях. Я думаю, многие поддержат меня. Но раз мы затронули производительность Aero, нужно помнить, что это не ноутбук, который нужно покупать для постоянного редактирования видео. Также он не подходит для игр. Это не ноутбук для покупки под разные тяжелые задачи. Но тут не поймите меня неправильно. Разница между Aero 2019 года и 2020 года, она есть. И по сравнению на YouTube, это опять же комментария, вот это вот все. Производительность 2020 года выросла по сравнению с 2019, примерно на 25-26%. И это заметно даже, когда вы там шатаетесь по интернету, в Google, в Safari, когда вы монтажите что-то, либо, не знаю, открываете, закрываете вкладки. И еще две мысли перед тем, как я закончу. Первое, это вентилятор. На MacBook Air 2020 года он всегда включен, потому что ноут почти всегда горячий, и ему всегда требуется охлаждение. И от этого он шумный. Но не сказать, что прям очень сильно. Но, опять же, с другой стороны, он шумит, но не настолько, насколько сейчас шумят, например, какие-то большие вот эти игровые ноуты. Но, лично для меня, такого рода ультрабуки, они должны быть все равно потише. А Air в этом плане, наверное, по своей шумности впереди планеты всей. Я имею в виду, опять же, среди ультрабуков. Ну и второе, это то, что заявлено 11 часов работы от аккумулятора. Но, блин, на самом деле, когда вы включаете Google, Safari, печатаете что-то в документах, то в среднем у вас, ну, работает он в пределах, наверное, 6 часов. А хотелось бы, конечно, вот было бы здорово, если бы он там работал хотя бы 10, чтобы его можно было один раз зарядить и взять с собой на работу или на учебу, когда у вас там несколько пар. То есть, по 3-4 пары, это там 6-8 часов работы. При этом где-то можно было бы включить музыку, то есть, если бы был какой-то запас, было бы вообще здорово. Я думаю, что вы должны понять, что когда вы берете этот очень простой MacBook Air, он будет помогать вам решать задачи, связанные с браузером, офисом или другими документами от того же Google и теми, что на Mac OS. Также он поможет вам выполнить короткие, какие-то более сложные задачи, например, редактирование видео в 1080 или же фоторедактирование в каком-нибудь Lightroom или Photoshop. Он сделает это и справится на все свои 100%. Но если вы используете свой Mac как машину для исполнения сложных задач, то гораздо логичнее посмотреть на другие варианты ноутбуков. Это может быть MacBook Pro или какие-то другие варианты на Windows. Потому что в 2019-2020 году качество ноутбуков на Windows подросло. То есть, себе можно за эту же сумму, за 90 тысяч рублей, взять хороший ноутбук на Windows. И при этом, наверное, в какой-то степени вы даже выиграете именно под свои задачи, нежели там покупать MacBook Air. Потому что он достаточно простенький и не всем подходит. И не все хотят переплачивать и платить там на 20-30-40 тысяч рублей за какой-то, например, MacBook Pro. Но я опять же понимаю, что многие, кто покупает Mac, они выбирают его именно из-за Mac OS. И, блин, тут просто решайте для себя. Вам нужна обычная машинка хорошая для учебы, на которой вы будете печатать какие-то рефераты, делать домашку, там, не знаю, печатать статьи, если вы там работаете журналистом, слушать музыку, смотреть фильмы. Или же вам нужно какой-то ноут под чуть-чуть другие и более сложные задачи. Тогда ваш выбор прошка, ну или ноуты на винде. К более тяжелым задачам, опять же, я отношу какие-то варианты там с большой работой в видеоредакторах, в фоторедакторах. Если у вас там открыто все время вкладок в браузере по 10-20 штук, и при этом вы еще дополнительно слушаете какой-то подкаст и разговариваете по скайпу. Блин, не знаю. Ну, я думаю, мой мессендж, мой посыл понятен. И ставьте лайки, да, наверное, подписывайтесь на канал. Я раскрыл, наверное, свою тему, я все, что хотел-то, я сказал. Поэтому, если вы согласны или не согласны, напишите в комментариях. Люди читают. Даже я, когда смотрю какие-то обзоры на новую технику, я обязательно захожу в комментариях и смотрю, что написали люди, которые уже этой техникой владеют. Так что, если у вас Mac Air или вы выбираете, то тоже напишите там несколько предложений, почему вы хотите взять Air или почему вы отказались от Air. То есть, это будет интересно и полезно не только для меня и для развития моего канала, но и для людей, которые выбирают и которые смотрят это видео перед покупкой или уже после. Ну, так что все. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч. До следующего видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok